всем привет сейчас мы посмотрим начальные этапы загрузки сплешки манджара ну для того чтобы их показать только одна возможность через виртуальную коробочку а уже находясь на самой флешке я туда ставлю программу для записи с экрана и разметку диска и установку на жесткий диск вы посмотрите прямо с флешки живую и так значит когда вы запускаетесь с флешки то видите вот такую вот вещь вот такой вот экранчик вот на этом экранчике значит надо будет сделать ряд скажем манипуляций ну вот значит здесь стоит американская клавиатура значит я сейчас попробую ее поменять на английскую на английскую английская наводим сюда курсор нажимаем enter значит ну и давайте посмотрим где у нас тут английская английская есть такая вы можете выбрать русскую русскую все зависит от вас дальше язык нажимаете на язык выбираете русский русский нажимаете enter здесь два языка русский и украинский но я выбираю русский нажимаю enter драйвер я обычно выбираю драйвер вот такой не бесплатный а скажем так платный вот ну и дальше значит уже нажимаете значит вот сюда набуд на загрузку и вас там пойдет дальше уже загрузка самой скажем так флешки вот тут значит там побегут различные у вас там сообщения но и в конце концов флешка загрузится а уже находясь на флешке вы значит будете значит уже ориентироваться по второй части видео урока как находясь на флешке сделать значит там разметку жесткого диска и установить манжаро с флешки на жесткий диск ну вот тут вроде бы все это дело уже пробежало ну немножко можно будет и подождать и так вот вы когда загрузитесь с флешки у вас будет вот такая вот скажем картинка и уже находясь в этой картинке будете производить дальнейшие настройки по следующей части видеоролика всем привет сегодня посмотрим как установить с флешки манжаро я ставлю форк манжаро ставлю манжаро цинамон потому что мне рабочий стол цинамон больше всех нравится ну вот но тем не менее это тот же манжаро посмотрим как ставить ну вот здесь вот вроде бы нет значка установки но если мы пойдем в меню зайдем вот в администрирование вот будет строка установка манжаро install манжаро нажимаем манжаро ну и перед тем как установить манжаро давайте-ка посмотрим что у нас на жестком диске вот у меня 93 гигабайта свободно значит ну что ну я где-нибудь там гигабайт 20 могу дать под корень остальное дать под домашний раздел ну можно все это дело подсчитать ну давайте так 1024 2048 насколько мне помнится вот здесь вот мы заведем 2048 что у нас тут получится вот двое мероприцательство я не знаю в этот момент я не знаю но мы вижу вот вот да получается 20 гигабайт остальное пространство мы разметим оставшиеся просто формате extension 4 вот таким вот образом нажмем кнопочку исполнить применить и пошла разметка таким же образом используя программу gparted прямо на флешке вот вы можете вот здесь вот поисковой строке набрать всего лишь две буковки gp и попадете на эту программу пароль на флешке чтобы войти в корень манджара заведете пароль манджара и у вас будет программа gparted и прямо с флешки вы сможете разметить свой жесткий диск по своему усмотрению вот по моему опыту ставил я много разных линуксов в крайне в корневом разделе у меня ни один из линуксов не занимал больше там 15 там гигабайт обычно там 9 и 12 но я выделил под это дело 20 мог и 30 выделить тут уже скажем так без разницы запомним значит сейчас вот когда закончится обновление номера разделов и на эти разделы мы и будем устанавливать манджара ну и естественно чтобы делать установку нормальной а значит вот всегда нажимаете на значок сети вот нажмете сюда заведете свои там пароли беспроводную там или проводной и все значит номера разделов на которые будем ставить 11 и 12 11 будет у нас корневым разделом 12 будет домашним можете если только делаете пробные испытания сделать один раздел там 50 гигабайт и в него сливать все как в корневой и тестировать потестировали понравилось но взяли переставили значит по новой сделали разметку и пользуйтесь дальше у меня место позволяет как видите у меня тут стоит и linux mint 18 и десятка стоит и мх 17 стоит и арка linux стоит так что у меня как говорится полный зверинец значит для тестирования ну что ж пошли значит ну что нажимаем кнопочку дальше ну тут у меня все правильно определилась я живу в англии значит вот разметку я делаю всегда вот такую вот английскую ну по умолчанию да значит вот здесь вставлю ручная вот ручная разметка дальше его здесь помните у нас уже были разделы какие два последних раздела у меня он даже не захотел нужно было обновиться так как же мы сделаем да никак отменим все это дело и начнем сначала и так после разметки жесткого диска значит идем в меню администрирование установить манджара идем далее ну мои данные язык я выбираю английский вот так вот пусть он там разделы все эти посмотрит иду на ручную разметку дальше вот одиннадцатый раздел на который мы будем ставить как на корневой значит размер оставляем прежний на всякий случай от форматируем и сделаем его вот корневым окей этот раздел мы будем править тоже пусть от форматирует его оставим extension 4 но сделаем его домашним окей ну был у меня разделщик на 4 гигабайта своп далее так править да давайте его форматнем окей нажмем пойдем дальше ну здесь я обычно пишу такое словечко юзер чтобы означает пользователь поэтому у меня голова не болеет вот я пишу юсер он тут же выдает имя пользователя юзер и компьютера здесь я убираю потому что я буду использовать пароль как пользователь как пользователь так администратор и делаю короткий пароль по единичке для удобства настройки нажимаю на далее соглашаюсь значит с тем что будет сделано и нажимаю на кнопочку установить приступить к установке ну а теперь просто напросто как говорится сижу и жду когда закончится установка и так установка закончена значит вам нужно будет или нажать на вот отметить этой галочкой значит вот эту надпись перезагрузить нажать готово и значит компьютер начнет перезагружаться когда экран погаснет нужно быстренько вынуть флешку и уже будет производиться загрузка значит на жесткий диск вот таким вот образом и так я свободненько и быстренько загрузился жесткого диска ну вот это вот стартовое приветственное окошечко я отменяю что в последующем оно меня не волновало закрываю его ну чтобы вам было видно я единственное что поставил я поставил экранную клавиатуру и программу для записи с экрана для того чтобы показать как производить некоторые настройки на манжаро и заодно я поставил еще так же для предотвращения мелькания экрана там файлик один потому что у меня тиринг при записи с флешки наблюдался если вы внимательно посмотрите на запись с флешки то иногда будет видно что по экрану там пробегает косая диагональная черта или мелькание идет вот ну теперь вроде бы этого быть не должно итак вот вы загрузились с манжаро теперь я покажу вам как лично я делаю свои настройки ну первым делом не знаю почему но я всегда стараюсь передвинуть панель вот move панель вот сюда наверх с левой кнопкой мышкой нажали панель наверху дальше установки или настройки панели глазки у меня уже не столь хороши поэтому я делаю размеры панели вот видите несколько побольше ну вот практически все такие вот основные настройки я значит делаю что я также люблю значит я всегда значит ставлю на нижнюю горизонтальную линейку панельку планк чтобы ее поставить значит нужно вот пойти вот сюда зайти по моему вот здесь вот да в администрирование вот самая последняя установка удаления программ вот возьмете ее и добавите на панельку значит и вот тогда у вас вот на панельке будет вот такой значок тут я ряд программ вставил а вот посмотрите что нужно будет сделать вам как говорится сначала вот сюда вот зайти левой кнопкой мышки зайти в настройки там спросит пароль заведите пароль и вот аурум и вот в аурум поставьте там вот так вот стоит отметьте сделайте это дело активным и здесь вот поставьте галочку чтобы проверялись обновления это общественные репозитории и там много найти можно того чего в обычных репозиториях не найдешь вот закрываете это дело ну и начинаете там ставить свои программы ну вот для примера смотрите я хочу поставить программку планк нижнюю панельку планк вот голубушка сидит применить дальше если первый раз она вас просит пароль заведете пароль у меня в этой сборке пароль значит вот в моей которую я делаю единичка а вы заведете свой пароль ну что теперь надо будет планк запустить значит давайте посмотрим значит или можно вот здесь его поискать вот он планк значит запустим вот он стоит ну чтобы у меня у меня теперь есть два варианта или сделать планк чтобы всегда был автоматически запускался вместе при перезагрузке компьютера а можно сделать вот такой вот изящный выход вот пойти сюда все опять таки ищем планк вот он он ставим его на панель компьютера у вас планка не будет но в любой момент когда он вам будет нужен нажмете на этот якоречек и все у вас как говорится будет на этом планке это разгружает рабочее место особенно для тех для любителей аскетизма кто не любит перезагружать свой рабочий стол вот ну ладно значит обычно я ставлю что еще я ставлю конки менеджер значит вот конки менеджер вот он он красненький применить далее для меня эта программа ну как приборная доска автомобиля сразу с первого взгляда бывает видно что у меня там на компьютере на разделах какова скорость интернета ну и прочая необходимая информация ну что первый раз надо будет его запустить вот как обычно я это дело делаю запускаю конки менеджер ну и там для дальнейших настроек я пока его к планку прикреплю и выбираю ну вот готом например вот оно для чего это нужно чтобы появились вот здесь вот скрытых файлов вот вот эта папочка чтобы появилась и чтобы в ней появились вот все вот эти вот данные обычно я оставляю только готом объясняю я делаю так как лично я делаю вы можете оставить их места они много как говорится не занимают поэтому это дело абсолютно вкуса вашего вот и теперь мне нужно будет скачать два файлика даже три и скопировать их вот сюда для чего потому что я хочу установить свои иконочки ну что для этого дела делаем значит ну я иду вот броузер есть Mozilla запускаю его здесь значит я сейчас а у меня уже есть мой сайт заведен вот оно вот я иду к себе на крок на мою кладовочку где у меня все мои запасники разложены и вы там можете порыться поискать что вам нужно вот крок вот пожалуйста программы для линукс ну и давайте поищем здесь конки по русски написано конки вот конки системный монитор и значит вот эти вот три файлика конки один на английском языке на всякий случай сохранить другая конки на русском на русском языке сохранить ну и укороченный вариант конки вот здесь это для тех у кого маленькие экраны для ноутбуков если у них конки не вмещается обычные под размер экрана можете попробовать вот этот укороченный вариант вот ну что теперь значит перейдем в раздел загрузок в любой вот этот пока я могу уже закрыть значит ну что я значит вот удаляю файлики которые я делал прививочку чтобы не было дерготни на экране а вот эти три файлика я просто-напросто беру вырезаю и бегу вставляю вот сюда вот теперь у меня мои файлики вставлены теперь что будем делать значит я сейчас отключу вот эти иконки они уже не нужны вот я готэм отключаю ну и включаю длинные иконки у меня экран большой включаю длинные иконки на русском языке естественно значит у каждого свои там сети свои там прибамбахи значит вот смотрите значит идете в терминал и в терминале значит вот заводите вот вот такое словечко и в конф нажимаете enter а вот ничего он не видит то есть старую команду и в конфиг он не принимает она убирает и в конф нажимаете enter и и вот вам пожалуйста что нужно сделать вот скопировать вот это вот значение вот оно теперь мы идем вот сюда видите тут пока по нулям все стоит идем значит в настройки сеть и вот вместо влан 0 я вставляю вот это вот значение нажимаю применить вот практически значит мы его вставили теперь нужно будет проверить будет оно работать или нет ну давайте проверим так ну например ну куда ну давайте вот сюда пойдем всем привет сегодня поговорим о сборах тем а вот по каким то причинам значит у меня сеть здесь работать не захотела то есть видите цифры стоят просто-напросто пустые не двигаются в чем дело значит давайте попробуем еще раз разобраться значит нет ворк все вроде мы сделали правильно а я не закрывал что ли ну давайте попробуем закрыть ну на всякий случай давайте еще раз вот мы наберем команду а а и дабл ю конфиг ну давайте вот еще раз полностью выделим давайте сюда в настройки зайдем да да нет вроде бы все было сделано lan стоит ну вот я уже вижу цифрки побежали я стоял просто на вкладочке lan и туда вставил это значение а надо было нажать на кнопочку wi-fi и вот вставить сюда все нормально теперь будет ну здесь мы смотрим прозрачность то есть вот можем посмотреть изменить фон рабочего стола вот давайте посмотрим как здесь будут коночки видны видите рамочка так вот чтобы не было этой рамочки я обычно делаю транспарант применить и делаю цвет черным и вот теперь уже у меня на любом бэкграунде на любом фоне рабочего стола моя иконочка будет без рамочек будет сливаться значит с рабочим столом ну и еще одна из настроек которые я делаю вот settings я всегда запускаю иконочки автоматически при загрузке компьютера это задержка через 20 секунд после загрузки и вот они появляются на рабочем столе вот на этом практически настройка оконочек заканчивается и можно там уже будет ставить там любые другие ваши там программы которые вам значит будет необходимо поставить значит ну что могу значит также порекомендовать вот еще что вот значок обновлений вот надо на него нажать и он значит здесь применить и пусть он там потихонечку все это дело то что посчитает необходимо обновить он все это дело пусть обновляет а я тем временем значит на секунду тут прервусь потом продолжим дальше ну вот я сделал снимочек с экрана значит здесь можно более подробно посмотреть информацию вот пожалуйста значит манджаро ядрышка 4.14.56 там время в сети температура процессора на скидку первые 5 процессов которые занимают больше всего места вот цена мон помог это программа для установки программ окна конки там ну видно да и значит остальное значит вот пожалуйста это использование оперативной памяти файл подкачки значит используют используется и из него используется только 268 килобайт в корневом разделе у меня значит 20 гигабайт занято 5 свободно 12 еще практически двойной запас имеется прочности а в домашнем разделе пожалуйста 177 гигабайт у меня и свободно 73 то есть вот такие вот вещи программа снимочек экрана я частенько использую она довольно таки хорошенькая она уже предустановлена ну единственное что если вы хотите вот ее можете вывести вот сюда снимочек с экрана вот она это simple screen recorder снимок экрана вот она снимок экрана значит просто вот здесь ее найти и поставить на панельку или запустить и закрепить на планке как вам нравится то есть выбор у вас большой можно на рабочем столе ее установить можно на верхней панельке а можно запустить и закрепить ее на на планке значит ну что конки менеджер мне уже не нужен вот пожалуйста я его беру и открепляю то есть мы его взяли скачали поднастроили меня все это дело устраивает ну и чего тогда как говорится грешить программа значит обновление значит сделано все обновлено по самой как говорится немоги ну что я теперь все таки на всякий случай ну возьму и перезагружусь на всякий случай скажем так для этого значит я сейчас вот закрою программу для записи с экрана перезагружусь и посмотрим что дальше ну и так я перезагрузился и как видите у меня довольно таки чистенький экранчик но я люблю на рабочем столе видеть еще корзинку вот я бегу в меню иду вот сюда в настройки и здесь я выбираю так рабочий стол где тут desktop вот он я выбираю траж корзинку вот у меня будет на ней отражаться что подключенные тома их сейчас нет компьютер папочка домашняя папочка и корзинка вот меня в принципе это устраивает значит попробуем вниз переместить не хочет на откроем свойства десктопа и уберем выравнивание аута теперь значит я могу переместить ее уже по своему желанию эту папочку куда захочу и эту тоже вот таким образом ну что значит доступ значит у меня здесь вот имеется значок установка удаления программ значит ну и здесь вот видите якоречек это планк его можно переместить и вот сюда в самое начало вот таким образом взяли и запустили а здесь уже будем сюда ставить на планк те программы которые вы посчитаете нужными вот считаете что это не нужно убираете что это такое давайте посмотрим что за чудеса такие в решете а сандербет нет не хочу я сандербет я этой программы вообще никогда не пользуюсь и выгружаться она не хочет тут мы нажмем на консил здесь мы закроем и все и на этом сандербердом я закончу это тоже мне не нужно вроде бы как текстовый редактор но вот его я пожалуй оставлю smplayer я оставлю firefox оставлю а simple screen recorder я просто вот здесь закреплю вот таким вот образом то есть программа здесь очень легко скажем так настраивается там прикрепляется открепляется все зависит от того что вам нужно ну что давайте пойдем значит посмотрим что у нас имеется в меню аудио видео ну вот у меня тут уже установлен видео редактор simple screen recorder есть smplayer smtube но здесь у меня все представлено нормально что в интернете один броузер я люблю google chrome а вот этот красавчик видите здесь как в linux mint нету удалить придется удалять через установщики программ ничего страшного а transmission а вот у getto программы для скачивания просто файлов больших размеров нет то есть transmission позволяет качать торрент файлы а вот файлы больших размеров я что-то не вижу ну давайте у getto и поставим значит ну что значит программа у нас ставится вот здесь установка удаления программ кстати ее значок я тоже могу здесь вот взять и закрепить то есть у меня будет сверху снизу а там я дальше уже решу где мне больше нравится и вот здесь значит программа для скачивания скажем файлов больших размеров она называется у getto давайте-ка мы ее поставим вот она красавица здесь сидит мы ее галочкой так вот отметим применить дальше парольчик у нас здесь единичка заведем единичку и пусть она ставит программа абсолютно крошечная ставится в лед ну и уберем все эти данные вот пожалуйста теперь в графе интернет у нас имеется программка у get теперь значит вот я считаю что более или менее нормально оснащен то есть могу качать и торрент файлы а при помощи этой программы могу качать файлы больших размеров это уже хорошо значит ну надо будет мне обязательно сюда поставить еще google chrome значит поставить дропбокс мегасинг тимьюер это уже сказать лично мои предпочтения ну если вы желаете я вам покажу как я это дело делаю но в начале я хочу поискать значит если у меня программка анборд то есть экранная клавиатура вот здесь я наберу анборд есть есть то вот она есть а запускаться она при перезагрузке компьютера не очень то и желает ну ничего сейчас мы заставим ее это дело делать идем в меню значит идем в параметры системы стартап автозагрузка вот старт аппликейшн давайте посмотрим анборд я тут не вижу давайте вот выбрать приложение и давайте вот я поищу вот она красавица анборд вот я ее и добавлю чтобы она у меня автоматически стартовала при запуске компьютера вот таким вот простым скажем и наглым способом вот она в свернутом состоянии вот она в развернутом ну а настройки значит ее легко значит посмотреть прямо по значку можете кликнуть параметры и выбрать здесь первое значит я всегда выбираю чтобы показывать плавающий значок при свернутом анборд запускать анборд скрытым в окне я тут вот только у меня всегда всегда отображать на рабочем столе раскладка значит вот я выбираю самую такую скажем длинную она вместе с клавишами F1 F2 и так далее а вы можете выбрать вот любую смотрите сами которые вам больше нравится можете такую можете такую можете такую как вам нравится я выбираю вот такую дальше тема опять-таки у меня стоит вот такая тема вы можете выбрать вот такую тему вот такую практически тут довольно-таки приличное количество самых разнообразных тем я выбрал вот такую на попроб ну вот и все значит вот так вот производится настройка экранной клавиатуры она во многим во многих случаях бывает очень полезная особенно если клавиатура далеко от экрана там или еще вам неудобно как-то там что запустили она у вас всегда здесь там что надо там команду там набрали да и все значит ну теперь давайте поставим google chrome значит наш любимый вот я тут наберу google google вот особенность такая есть у арчиков они все любят делать слитно а вот слитно то google chrome это нету а мы вот так вот возьмем стрелочкой нажмем пробел все это дело разделим да и посмотрим а вот пожалуйста есть google chrome галочка его отметим нажмем применить а дальше и пусть он себе как говорится устанавливается пока он там значит устанавливается ну вот еще один вам вариант как можно перемещать панельку планк для этого нужно будет значит нажать клавишу control и правой кнопкой мышки вот в любом месте вот этой серенькой полоски щелкнуть параметры значит вот идете смотрите видите написано снизу пожалуйста можете сделать слева она у вас будет слева можете поставить наверх можете справа но у меня эти места заняты а вы выбираете как вам нравится я оставляю ее снизу ну юмор понятен да все на русском языке почитайте то что вам понравится подмечайте галочками ну таким вот образом то есть панелька планка она такая очень гибкая кушает очень мало места и в то же время она значит позволяет разгрузить рабочий стол потому что ее можно запускать по двум опять таки вариантам в первом варианте вот у вас на верхней линейке всегда будет иметься вот этот якоречек загрузились работайте когда вам не нужно там много вспомогательных приложений просто с верхней панелью а если значит сделать какие-то там различные виды своих работ то с нее можно запускать вот необходимые вам скажем так приложения итак установка google chrome закончена вот пожалуйста идете в меню интернет вот он красавчик сидит я его запускаю во первых я его прикреплю на верхней панельке я делаю дубляж я его еще закрепляю на нижней панельке вот нажимая правой кнопкой прикрепить ну а тут дальше заведите там свои пароли самое там необходимое и если у вас есть аккаунт на на гугле можете синхронизировать свои вкладки что я сейчас и сделаю значит тут я нажимаю на вход здесь мне потребуется ввести свой адрес электронной почты и пароль подождать некоторое время и все будет настроено ну затем у вас появится когда вы войдете вот такая вот картинка нажмете у вас здесь вот на настройки и произведете там дальнейшие необходимые настройки вот показывать кнопку главной страницы я всегда чтобы она была показывалась введите адрес ну адрес я веду что такой например гугл точка ну например ну и сколько программ просит сразу остановиться так сейчас я подбираю гугл углу точка ру так размер ну у меня глаза слабенькие я делаю где-нибудь там 150 125 ну где-то вот так дальше ранее открытые вкладки я всегда ставлю ранее открытые вкладки то есть закрыли броузер когда снова открываете он у вас снова значит встает на те вкладки которые были вот ну значит здесь что идем на установки это у меня называется приложение расширения magic actions я всегда выставляю вот что у меня на 1080 она устанавливалась все больше ничего не надо здесь закрываю здесь закрываю ну а почту свою значит я уж там как-нибудь там проверю иду на домашнюю папочку а настройки значит могу тут уже закрыть ну здесь она всегда просится прочитайте там согласитесь да пожалуйста пробегаемся до конца нажимаем что согласно вот и пусть она как говорится от вас отлипнет ну вот опять таки надпись sign in войти с какого как говорится перепуга ну вот пошел а здесь уже практически все мои вкладочки на которые у меня были на других линуксах на мобильнике они синхронизированы и поэтому мне уже что-то там поднастраивать просто так сказать нет надобности то есть синхронизация вкладок это довольно таки хорошая штука и позволяет вам сэкономить очень много времени и так с программой значит google chrome значит мы разобрались ну и теперь давайте поставим еще ряд программ ну допустим ну что ну дропбокс маленькая кладовочка маленькое облачко но тем не менее очень важную но небольшую по содержанию тексту информацию всегда можно в ней хранить и в ней имеется великолепная система синхронизации файлов поэтому если вы что-то там обновляете то файлы будут мгновенно обновляться нажимаю я применить дальше ну и пускай там ставится видите я уже пароль не завожу почему потому что только первый раз если вы открыли программу установки программ и там поставили одну программу но не закрываете ее то уже последующие программы их установка от вас пароля не просит вот ну что пока там дропбокс ставится значит можно посмотреть что у нас тут имеется из офиса из офиса значит офис представлен хорошо ну давайте посмотрим насколько он скажем так актуален и свеж ну вот здесь нажмем help на программе library office 6.02 ну вполне приличная как говорится версия ладно не буду я сильно придираться но как видите она на английском языке значит есть способе этого дела подправить ну пока значит мы занимаемся вот сборкой дропбокса кто хочет подробности всегда может нажать вот здесь и увидеть как идет установка той или иной программы специально значит вот для манджара так называемая сборка вот видите сборка дропбокс не хотите смотреть ну вот выскочили сюда делается это таким вот образом очень хорошая штука вот эта вот программа для установки особенно с подключенными с подключенным ауром то есть с общественным хранилищем потому что многие программы которые просто вот которых просто нет они берутся скорее всего спокойненько ставится через аурум да и все ну ладно так программу дропбокс мы поставили ну давайте-ка я посмотрю что мне тут имеется видео документы загрузки ну вот у меня двух скажем так папочек нет но я смогу их вытернуть скажем так из других разделов своего жесткого диска где они у меня уже установлены вот я нажимаю открыть домашний раздел на mx 17 ну что единичку заведу вот пойдем сюда юзер значит вот эту папочку я возьму скопирую и перенесу ее вот сюда вот черри 3 и скопирую папочку дропбокс чтобы у меня голова не болела нажимаю на копи переношу на другую раздел жесткого диска куда можно сейчас будет спокойно себе скажем так как копироваться мы тем что сделаем поскольку дропбокс у нас жест просто котика столезную программу или но которая позволяет делать снимки таймшит нажмем тайм шрифт вот она сидит в новом репозитории воорина ее нет да какая разница главное что она есть и что ее можно поставить нажимаю я применить вот и пусть таймшит делается активируется копирование файлов для дропбокса вот программа таймшит уже установлена мы сейчас возьмем подключим дропбокс и потом сделаем экрана операционной системы программой таймшифт она позволяет делать снимки системы вашей в процессе настройки и в момент времени вы всегда можете откатиться назад на любой как говорится этап когда у вас все работало нормально и все было хорошо и распрекрасно и так значит вот идем в интернет вот у нас дропбокс нажимаю я его и пусть он качается и устанавливается какое-то какое-то время требуется ну не столь важно пока он там думает а я еще программу таймшифт посмотрю где она там прячется вот она запущу ее нажму вот здесь вот единичку и пусть она встает нажму на на готово вот дропбокс уже похоже что подключилась так ну и продолжим уже в дропбоксе все я свой дропбокс уже подключил значит ну что теперь давайте посмотрим на программу таймшифт вот она красавица значит ну что ну давайте первый раз запустим мастера тип снимков rsync если у вас файловая система btrfs то вот здесь вот нажмете идем дальше оценка размера системы вот сейчас просканируются все параметры и программа выдаст скажем так свое резюме и предложит куда же ей сохранять все эти снимочки ну у нас одиннадцатый двенадцатый разделы значит для нашего манджара причем манджара это вот у нас наша скажем так домашняя папочка вот я тут отмечаю ее дальше ежедневно там делать там пять сохранять там пять копий оставлять отправку писем так 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 ну ну не знаю я стоит ли столько мне там сохранять копий и я ни разу не видел чтобы она сама автоматически там удалялась вот написано количество снимков для хранения а старые снимки будут удаляться при исчерпании ага то есть пять копий сделал шестая копия делаю первая копия автоматически удаляется ну ладно хорошо дальше ну вот два раздела чтобы она хранила корневой раздел и домашнюю папку ладно дальше готово ну что ну коль готово давайте создадим первый снимочек вот засекайте время тринадцать девятнадцать ну там наверно там три или пять минут все это дело у нас займет мы начнем это временем можем значит посмотреть что еще можно поставить ну наиболее трудоемкая программа для синхронизации файлов но лично я ею пользуюсь она называется Megasync вот на нее выходит обычно там пять десять пятнадцать или даже двадцать минут вот смотрите так набираю я мега синх вот она красавица стоит вот я галочкой ее отмечу ну и пока тормозну почему почему потому что ну я пусть программа для создания снимков сделает мне снимок а уже после этого я буду ставить уже Megasync вот вот отнимает прилично скажем так оперативной памяти ну что поделаешь подождем итак программа TimeShift закончила создание копии значит заняло это время значит около шести минут вот обычно создание первой копии занимает много времени а уже последующие копии создаются побыстрее закрываем ну ну Google Chrome ну тоже я закрою пока и давайте-ка будем мы ставить Megasync вот нажимаю на кнопочку применить и вот смотрим подробности и засекайте время 13.26 но тут дело на 10 на 15 минут поэтому я включусь попозже когда все установится итак сборка Megasync закончилась долго длилась она где-то минут там 20-30 я уже не помню ну давайте посмотрим зайдем в интернет вот она красавица ну давайте глянем работает это дело или нет да войти ввести учетные записи сейчас я их заведу ну вот пароль я завел иду иду на выборочную синхронизацию вперед и указываю путь к своей папочке у меня у меня эта папочка вот черри 3 выбрать а на облаке вот вот здесь черри 3 окей вперед нажимаю на готово все и теперь будет произведена синхронизация файлов находящимся на облаке и на жестком диске моего компьютера в папочке черри 3 вот и все вот можно посмотреть значит стрелочка вниз означает что из облака бегут файлики в папочку и синхронизируется все синхронизация закончена ну тут по ходу дела еще одно значит предложение что сделано все вот таким вот образом ну что осталось еще нам для полного счастья в интернете значит кодовочки две есть два броузера есть так поставить программу TeamViewer и WhatsApp WhatsApp очень хорошая программа малина ну давайте поищем TeamViewer значит заведем здесь Team TeamViewer нажмем Enter ну вот вот он красавчик здесь и стоит применить далее заведем парольчик нашу единичку и пусть он на себе спокойненько устанавливается после поставим еще программку WhatsApp и у нас уже для интернета будет скажем так полный набор программа TeamViewer позволяет пользователям находящимся в разных уголках планеты пользоваться удаленным доступом к рабочим столам у вас есть проблемы там вы кому то там сообщаете о них у вас обоих стоит программа TeamViewer и тот кто вам помогает прямо через TeamViewer вам показывает и рассказывает одновременно можно пользоваться скайпом как и что делать программа WhatsApp она хороша тем что она значит ставится на обычно на мобильные телефоны а после этого значит ставится сюда и у вас можно получить практически доступ ко всем сообщениям WhatsApp на своем рабочем столе ну вот TeamViewer поставлен давайте я сейчас вот еще посмотрю интернет TeamViewer последняя версия давайте запустим согласимся дополнительно опции и вот здесь активируем принять окей ну вот у меня практически появились мои данные это мой ID и значит скажем так мой пароль ну и ладненько закроем теперь поставим программку скайп и WhatsApp ну что ну говорил я ватсапе давайте поставим WhatsApp вот ап так ну давайте глянем я знаю что вот эти две программы вот это ставится на некоторых арчиках работает хорошо на этих тоже нормально ну давайте поставим вот это в начале посмотрим что будет если у вас есть желание посмотреть за процессом установки через терминал вот идете на подробности и практически в терминале видите все сообщения которые видны на экране терминала в процессе установки сборки WhatsApp вот ну давайте дождемся когда сбор сборка закончится итак получаем на финальное сообщение что транзакция успешно завершена идем вот сюда видим что WhatsApp установлен ну а теперь как всегда проверка идем в меню интернет вот у нас WhatsApp и вот здесь вот это милое окошечко вот на него так вот в центр его поставлю теперь возьму свой мобильный телефончик нажму на телефончике значок WhatsApp на правом верхнем углу будут три точки вот я нажимаю на эти три точки и есть такая графа строка WhatsApp веб нажимаю на нее пишет logout from all devices нажимаю выйти из всех приспособлений теперь теперь появляется скамер и вот я этот скамер навожу на все зацепился и у меня практически теперь теперь WhatsApp работает вот таким образом я могу его закрепить вот здесь не хочет ну тогда просто напросто поставлю его вот здесь интернет WhatsApp на панельку на верхнюю поставлю какая разница ну наиболее ну теперь давайте попробуем поставить LibreOffice русский тут скорее всего должен быть какой-то языковый пакет языковый пакет на русском языке для LibreOffice ну давайте попробуем применим наберем единичку и пишет что уже все успешно применено ну легко проверяется да все на русском языке пожалуйста и справка и окошко и так далее вот таким образом просто добавлением языкового пакета к LibreOffice вы получаете нормальный и свеженький LibreOffice ну таким же образом значит ставится вот большинство программ и настраивается некоторые из них в начале не встают но после нескольких обновлений встанут ну в частности насчет скайпа я значит подожду некоторое время а потом я думаю что все таки он поставится вот ну ладно здесь я просто показал вам значит вот варианты свои настройки естественно естественно вы можете использовать какие-то элементы для своих настроек вот но общий алгоритм скажем так или общий вариант настроек я вам дал то есть вы видите что Linux операционные системы они очень гибки в настройках поставить можно практически очень много программ ну 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 давайте вот напоследок поставим еще одну программку и на этом закончим так варите вот она красавица стоит вот мы сейчас применим дальше зайдем в подробности вот таким вот образом происходит установка сборка пакета варите и вот уже все готово сообщение транзакции успешно завершена значит ну что давайте этот пакет запустим где-то он у меня находился да я вот здесь вот сейчас заведу просто вар вот вот таким вот наглым образом вот таким вот наглым образом и прикреплю я сюда надо продолжить вот для начала часто каждую минуту сделаю чтобы менялся а вы можете сделать и часы и дни и секунды как вам нравится вот таким вот образом здесь ну на сомнение очень нравится здесь я обычно выставляю сделаю несколько побольше не скуплюсь на картинке на эти ставлю обычно 5000 то есть 5 гигабайт закрыть и вот программа варите уже начала свою работу сообщение все можно будет убирать вот переход значит на вот такой вариант ну что чаще всего еще люди спрашивают вот еще ладно значит вот добавить аплеты здесь значит я побегу вот сюда ну обновить да обновить и тут в первой строке должна стоять погода веза вот она вот я ее отмечаю перескакиваю на вкладочку погода добавляю плюсик дальше значит иду настройки погоды здесь вот нажимаете получить индекс вашего города там где вы находитесь идете по этому адресу по этому адресу и английскими буквами заводите название вашего города или ближайшего к вам города ну допустим я тут нарисую ли верпуль нажимаете enter получаете вот такое число вот 26734 это вот код ливерпуля вот я его копирую и вставляю вот сюда здесь значит я выбираю километры в час миллиметров артутного столба здесь значит я делаю на пять дней прогноз и убираю значки а то они много места занимают где словами написано ветрено, там ясно и так далее. И это убираю. Вот практически погода установлена. Вот. Пожалуйста, прогноз погоды на 5 дней. Просто ясно и понятно. То есть, вот с линуксом очень любопытно и приятно возиться, настраивать его, подгонять именно под себя, под свои нужды. Возможность для творчества здесь практически безгранична. Очень много рабочих столов. Вот. Допустим, откуда я скачивал. Сейчас покажу. Так, линукс. Что у меня тут было? Делал я на манджаро что-нибудь или нет? Да просто. Сейчас заведем, да и все. Вот смотрите, я залежу, завожу в поиски манджаро. Вот просто манджаро. Идете, значит, вот манджаро комьюнити эдишнс, то есть издание манджаро, которое сделано сообщество. И я вот отсюда выбрал, значит, торрент файл с рабочим столом. Вот. Цинамон. Нажал вот здесь вот торрент и скачал. Есть прямая загрузка. Даунлод. Вот посмотрите, какое разнообразие рабочих столов. Нравится вам депин? Пожалуйста, депин. Депин. И три. Очень аскетичный рабочий стол. Тоже очень рабочий стол такой легкий, то есть потребляет минимум системных ресурсов. Значит, мэйд. Ну, кто знает мэйд, кто любит, можете мэйд скачать. То же самое. Опенбокс. Тоже очень, скажем, такая лаконичная система. Скажем так, малокушащая. Вот для слабеньких компьютеров Опенбокс хорош. LXDE и три. Так, это у нас депин нет. Все для нормальных средней руки, скажем. Цинамон тоже для средней руки нормальных. Баджи, ну, не знаю. Тоже, наверное, так. БСПВМ. Ну, проверьте, посмотрите. Тоже очень такой аскетичный рабочий стол. Можете посмотреть Авиасам. То есть, видите, очень много самых различных. Вот. Хотя, значит, есть вот текущие, скажем, загрузки. Это X-Face официальные, Кеды, KDE Edition и Gnome. Также имеется, значит, загрузочный образ Маджаро Архитект. Тут вы можете там хоть пять рабочих столов одновременно установить и там между ними смотреть, там, выбирать, какие вам нравятся, какие нет. Поэтому, значит, я вам рекомендую поползайте, посмотрите, покопайтесь. Значит, практически, поиски, что сейчас на арчиках творится, это то, что они сделали вот такую хорошую штучку. Значит, вот в этом поисковичке имеется подключение, значит, вот, к Ауруму. В настройках не забывайте. Вот. Аурум. И вот, чтобы в Ауруме у вас стояла галочка здесь и вот здесь и закрыть. И тогда у вас будет практически возможность скачивать любые, значит, пакеты, любые программы и устанавливать их на свой любимый арчик. Это относится как к Манджаро, так и к Аркалинуксу, ну и, насколько я понимаю, большинство линуксов системы, значит, Арчи. Хорошая, надежная, нормальная система. Мне Манджаро всегда нравилось тем, что у неё была очень хорошая и красивая графика. Но в данном случае, видите, вот я оставил её пока старую, на самом деле, значит, я буду делать вот что. Значит, всё равно я себе выберу тему рабочего стола. Значит, так, во-первых, иконки. Вот иконки. Мне нравится Аджвата. раз. Вот видите, они выглядят как-то покрасивше. Вот. И рабочий стол я выберу самый обычный Цинамон. Вот таким образом. У меня тогда вот несколько поменялись значки. Несколько поменялись они и здесь. Ну, для меня это как-то привычнее. но вы выбираете сами. Опять-таки, никто тут вас не неволит. Дело вкуса, как говорится, да и только. К чему кто привык. Вот. Ну, ладно. Значит, на этом свои, так сказать, подходы к настройке Манджара, значит, я вам выдал. Так что, желаю вам всяческих успехов и удач. хорошая, красивая операционная система. Так что, многим могу порекомендовать. До свидания и до новых встреч.